Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юля и добро пожаловать в мое первое видео за этот год, 2021 год. Мы это сделали, мы все-таки дождались нового года и надеемся, мне кажется, каждый надеется, что этот год будет гораздо лучше предыдущего года крысы. Год БК все-таки не высокостный год, поэтому надеемся, что будет гораздо больше позитивных эмоций и хороших вещей будет тоже больше происходить в этом году, чем в высокостном году крысы. Если вы следите за моим творчеством, то вы, наверное, заметили, что не так часто посетила видео в начале этого года, прошло сколько уже, почти 5 дней с начала нового года, и у меня есть на это свои причины. Я долго думала, с чего начать мне этот год, что я хочу выпустить первым в этом году, какое видео я хочу сделать, и я решила, что видео собирайте со мной, это будет самым лучшим вариантом, где я вам покажу, какой косметикой я пользуюсь сейчас очень часто, косметика, которая делает меня счастливой, косметика, которая работает, где я знаю, мне не нужно танцевать с бувом, чтобы сделать так, чтобы косметика это работала. Мне кажется, это будет очень позитивное, легкое к просмотру видео, и также в этом видео я хочу поделиться с вами, что я хочу делать в наступившем году БК, мои цели, мои планы, что я хочу делать со своим каналом, какие идеи, и в общем, все то, о чем я думала, будет в этом видео. Поэтому, надеюсь, это будет интересно, не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки или дизлайки, если вам видео, например, не понравилось, это тоже нормально. И да, давайте перейдем уже к началу этого видео, поехали! Так, ребят, на моей коже сейчас нет никакого макияжа, ничего, кроме, конечно, бровей, брови я делала с использованием карандаша от Benefit, неплохой карандаш, кстати, но немножко темновато, несмотря на то, что это карандаш в оттенке светло-коричневый, также я использовала карандаш от Urban Decay, который, кстати говоря, у меня заканчивается, что очень удивительно, потому что я купила его, не знаю, месяц назад, и его почти уже нет, вот не навижу такие карандаши, которые заканчиваются так быстро. Начать я хочу с увлажнения своей кожи праймером от Urban Decay Vitamin Enriched Face Base, он очень хорошо увлажняет кожу, и он, знаете, как какой-то такой жирный крем, но это праймер, вот настолько он хорош для кожи в это время года особенно. У него очень такой интересный запах, я такого точно не чувствовала до этого, такой типичный запах люкса, я бы сказала. Так вот, ребят, я, если честно, каждый день думала, что же я хочу снять, какое же я видео хочу сделать, и я считаю, что как, если у тебя нет идей никаких, то, скорее всего, тебе нужно подождать и понять вообще, что ты хочешь показать людям, потому что не классно, да, выходить с видео, которое не имеет в себе никакой смысловой нагрузки, хотя я, конечно, понимаю, что большинство ютюберов, они выпускают видео для того, чтобы сделать так, чтобы люди отдохнули мозгом, в принципе, поэтому все и приходят на ютюб за этим. Но, в общем, я такая, окей, что я хочу сделать? И вчера я посмотрела видео Арисы какой-то там, я обязательно сделаю тут фото ее. Очень классная девочка, очень позитивная, она сделала видео, как она собирается и говорит о планах на Новый год, и тут я поняла, что, наверное, это то, что я хотела сделать, но почему-то эта идея не приходила, вот. Так, ну что, ребят, наша кожа очень хорошо увлажнена, что очень удивительно, это очень жирная основа, праймер, да, но он, когда впитывается, он вообще даже не чувствуется, не ощущается на коже, обожаю такие средства. Дальше я хочу использовать тон от Colourpop, их Pretty Fresh Foundation, очень даже такая легкая основа, и мне почему-то нравится ее использовать в определенные дни, когда, например, я чувствую, что мне нужна плотная, но не слишком плотная, но жидкая основа, вот, жидкий тон. У меня это оттенок 45W, или это теплый оттенок 45, так, я использую спонж, кстати говоря, из коробки Trend Mood, очень прикольный, мягкий спонж, обожаю такие спонжи. Тоже я хочу делать в этом году, определенно, я хочу также делать обзоры на макияж, но я не хочу, чтобы, знаете, это было моим основным каким-то занятием, только вот новое-новое-новое все. Я все-таки хочу еще и делать так, чтобы мои видео не делали какое-то влияние или импакт на других людей, то есть не то, что это просто обзор нового средства и все, и как бы уже все об этом забыли, и уже видео не так актуально. Мне хочется делать еще и то, чтобы было на века, я считаю, что это тоже очень даже классно, когда видео, они и через, там, лет пять, например, да, актуально для кого-то, например, наблюдается традиция такая, что люди стали гораздо больше интересоваться уходом и даже поговаривают о том, что сейчас 70-е, когда 70-е, 80-е, получается, возвращаются в моду. Очень-очень модна вот эта вот атмосфера 70-х, потому что это очень прикольные были времена, когда все было более каким-то настоящим, как мне кажется. Кстати, насчет 70-х, вы смотрели, ребят, шоу Урганта Чао? Я просто пересматривала это шоу раз в 10 точно. Обожаю всех исполнителей, наши русские, конечно, смогли сделать так, чтобы, да, итальянцы говорили о нас, и причем мы сделали это просто потому, что мы хотели так сделать, не то, что мы хотели показаться самыми крутыми, нет, мне кажется, потому что мы настолько открыты к разным культурам, что мы это сделали, и я была очень горда, когда увидела, что, ну, это произошло, что Ургант сделал что-то такое, чего никто никогда не делал, в принципе. Спросила своего мужа, да, представь, вот американцы сделали бы такое шоу, где американцы пели бы свои песни на каком-нибудь итальянском языке, еще и с хорошим произношением. Вряд ли произошло бы, да, поэтому никто такого не делал, я считаю, что нам нужно дать медаль за то, что мы постараемся делать что-то новенькое. И, конечно, большинство песен у меня тоже на повторе стоят, потому что они просто потрясающе звучат, даже на итальянском лучше, чем на русском. Очень даже неплохой тон, на самом деле, мне нравится, как он делает так, что поры как будто бы уходят, нет чрезмерного блеска лица, как-то все вот идеально в этом тоне. Дальше мы будем использовать консилер от Rare Beauty в оттенке 150C. Этот консилер, мне кажется, он выглядит чрезмерно белым в упаковке, но когда вы носите его на зону под глазами, он выглядит гораздо-гораздо лучше. Он не выглядит белесым, но при этом он делает так, что все ненужные сосудики, они как-то маскируют сами по себе, мне это нравится. Так вот, сейчас бытует мнение, что люди начали гораздо лучше и больше интересоваться именно уходом за кожей, и это очень радует. Это круто, это здорово, но, мне кажется, не нужно забывать о том, что не каждому подойдет то, что подойдет другому человеку. То есть, да, мне может подойти, например, средство для умывания от Fenty, но кому-то нет, потому что у средства очень сильный запах, или, например, какой-то тон, какой-то крем. То есть, это все реально индивидуально, но, мне кажется, мы живем в таком сейчас времени, когда люди стали гораздо лучше разбираться и в составах, и в, не знаю, в чем. В том, как средства действуют, плюс всевозможные отзывы, YouTube, то есть, это все работает на нас, на покупателей, получается, правильно? Мы все интересуемся именно уходом за кожей лица. Еще и подразумевает то, что мы хотим выглядеть красивее, без макияжа. То есть, я по себе замечать стала, я хочу лучше использовать средства, которые зарекомендовали себя, но при этом я, скорее всего, как мне кажется, потрачу чуть больше денег, например, на уход за кожей, а именно на хороший крем или умывалку, особенно, если это корейское что-то, чем на, допустим, какой-то супер дорогой тон. Понимаете, уж лучше делать так, чтобы кожа ваша была в хорошем состоянии, в супер хорошем состоянии, да, чтобы можно было носить не такую супер кроющую тональную основу и маскировать все это. Поэтому, мне кажется, это имеет смысл вкладывать гораздо больше денег именно в уход за кожей, чем я и хочу заняться в этом году также. И также я хочу еще попробовать чуть больше средств корейских, именно, то есть, не каких-то американских, американско-корейских, а именно вот таких настоящих корейских, потому что я считаю, что корейский уход это один из самых лучших уходов в принципе. И очень даже все хорошо смотрится, мне нравится, как наша кожа выглядит, срежем и здорово. Теперь я хочу использовать свой любимый гель от Benefit, чтобы немножко прибрать наши брови. Мне очень нравится этот гель. Один из самых лучших гелей, какие у меня вообще были. Он делает свою работу и при этом он не слишком делает так, что брови, они прям, знаете, супер склеены. Это скорее очень такой естественный эффект, мне нравится это. Я, наверное, хочу начать с бронзера для того, чтобы лицо выглядело немножко более таким острым, с острыми чертами. И я буду использовать свой любимый бронзер от Nabla Skin Bronzing в оттенке Soft Revenge. Мне нравится, что этот бронзер, он дает очень такой естественный финиш, очень естественный цвет. Не слишком оранжевый, не слишком коричневый. Вот. Кстати, мне очень иногда забавляет, что многие люди думают, что у меня все лицо исколото, что у меня... Вот это все не настоящее, это неправда, ребята. Это эти щеки, они у меня были с детства самого. И, если честно, когда я была в Азии, я очень долгое время комплексовал по поводу того, что у меня такие, ну, прям, большие щеки. И я даже хотела что-то сделать с этим. Ну, мне не нравилось это, потому что, когда ты находишься в Азии, ты видишь девушек с очень идеальными формами лица, вот, типично азиатскими. И ты понимаешь и думаешь, что ты как немножко не такая, что, ну, что у тебя другая форма лица, строение. Мне кажется, из-за этого появляются какие-то комплексы. Но я ничего не делала с щеками, они у меня какими были, такими и остались. Я никогда бы точно не стала идти под нож, чтобы сделать свои щеки вот такими, какие они у меня есть. Нет. Даже здесь, в США, на меня смотрят люди постоянно. Они, ну, пялятся, можно сказать. Даже мой муж говорит, что у меня действительно очень необычное строение лица. Да, то есть, ну, я выгляжу по-другому, в отличие от американцев. И я это понимаю тоже, поэтому я всегда вижу на себе эти взгляды. Да, я привыкла к этому. Наше лицо приобретает те самые естественные натуральные тени, которые нам нужны, чтобы выглядеть как-то свежо. Дальше я возьму свою любимую пудру от Jeffree Star. Пудра с такими блестками небольшими в себе. И она просто невероятно классно делает так. Как вы, наверное, уже слышали миллион раз на моем канале, что, в общем, вот эта зона под глазами, она становится гораздо более выразительной, чем без пудры. Невероятно классный аромат. Сахарной ваты. Обожаю его. О, она очень сладкая. Дальше для румян я, скорее всего, буду использовать свои невероятно красивые румяна от, как называется, Винки Люкс. Вот, Винки Люкс. Обожаю эстетику этих румян, как они красиво смотрятся. Я делала распаковку своих товаров на Черную Пятницу, и вот там я показывала вам их. Просто шикарно смотрится. Реально даже не хочется до них дотрагиваться как-то. Просто хочется оставить их вот такими красивыми, нетронутыми, но не сегодня. Так, я возьму кисточку от NYX. NYX, кисточка 03, под номером 03. Она такая достаточно плотная кисть. И нанесем их вот сюда. Вау. Красивый цвет, но, по-моему, они очень смотрятся схожими по цветам, по цветам. Вот. Хоть этот и немножко поактивнее, потемнее. Красиво смотрится, реально красиво. Мне нравится. Я очень надеюсь, что эти румяна, они не сделают так, что наш, допустим, тон и наш бронзер, они как-то вдруг поведут себя немножко по-другому. Потому что текстура этих румян, она все-таки такая, более как кремовая. И я не пойму, они засыхают в пудру или они все-таки остаются кремовыми? Мне, кстати, очень интересно, ребят, как вы провели ваш Новый год. По-моему, все сейчас справляли Новый год дома. Это очень смешно, но я очень большой такой спец по праздникам. Любой праздник я всегда стараюсь отмечать его как можно шире. Накрыть стол, все красиво где-то оформить. Какой-то красивый сервиз, возможно, купить. Чтобы было чувство, наверное, что вы как будто в ресторане. И мой муж даже уже типа, а, Новый год. Он не понимает, почему мы так Новый год справляем. Но вообще он понимает, что мы гораздо больше Новый год справляем. Потому что у нас нет праздников перед Новым годом. А у американцев у них есть и Рождество, и День Благодарения перед Новым годом. Поэтому на Новый год у них уже нет ни времени, ни сил, ни, наверное, денег. На самом деле все было очень прикольно. Мы отметили все хорошо. И фейерверки были, и хлопушки были. И все было весело, на самом деле. И даже я желание с бумажкой своей сожгла в бокале шампанского. Поэтому все, знаете, на такой русский манер, как мне кажется. В принципе, румяна готовы. Лицо более-менее выглядит таким, знаете, свежим, юным. По-моему, эти румяна не засыхают в пудру. Но не такую пудру, как, например, румяна от Tower 28. Вот эти прям засыхают в очень приятную пудру. Эти же, они чуть более, немножко-немножко липче, чем любые другие мои такие вот кремовые румяна. Что, теперь пришло время теней. Конечно, перед этим я хочу использовать сердце на свой праймер от Urban Decay. Наконец-то я купила большой размер. Я пользуюсь им реально почти каждый день, потому что он очень даже хорошо работает. Даже ваш консилер может использоваться как праймер под тени, на самом деле. Многие люди используют консилер, многие люди используют только вот праймер. Но мне кажется, тут чисто как предпочтение. Если вы любите это, то используйте это. Если вы любите консилер, то консилер используйте. Моим открытием, наверное, этого года и конца 2020 года стала палетка от Наташи Диноны. Glam Palette. Я знаю, что это немножко рандомно. Типа, у тебя эта палетка была, сколько там, уже полгода, и ты только сейчас поняла, что она самая классная. Да, я не знаю почему, когда я сделала на нее обзор, я, может, использовала ее там, ну, раза два-три. Но когда началось время праздников, началось время, когда, ну, все стали делать макияж на новогодние, и я стала сама понимать и задаваться вопросом, что я хочу сделать на Новый год, какой макияж, я достала эту палетку, и я поняла, что это все, что мне нужно, чтобы создать такой гламурный какой-то, возможно, даже легкий макияж, но гламурный все-таки. И прикол этой палетки в том, что она очень легкая в использовании. Знаете почему? Потому что здесь написаны все те цвета, которые нужно использовать в каком порядке. То есть, например, я хочу сделать какой-нибудь гламурный макияж, и я открываю палетку эту, и вижу, ага. Здесь, например, этот оттенок Blend, я могу использовать его по всему веку, потом я могу нанести его для затемнения и затемнить уже чуть более темным вот этим оттенком. И также все спарклы, они подписаны, в каком порядке их использовать и куда на глазах. Это очень круто, потому что иногда, когда у тебя такие большие палетки, ты не знаешь вообще, как их использовать, куда наносить оттенки. Все-таки были те люди, кому не понравился тот факт, как Наташа Динона решила назвать эти тени, но если вы только начинаете узнавать макияж, изучать макияж, и вы хотите делать какой-нибудь красивый макияж, то эта палетка, она поможет вам 100%. И я хочу, наверное, начать с вот этого оттенка Blend, нанести его хочу на все века. Мне кажется, он немножко темнее, чем он выглядит в упаковке, в смысле в рефиле. Именно этой палеткой я и делала макияж себе на Новый год. Это было невероятно легко, и я знала, что я хочу сделать на Новый год, смотря просто на название цветов. Дальше я возьму оттенок Smog, он так и называется Smog, то есть, по сути, его нужно использовать для того, чтобы затемнить вот эту зону, куда мы обычно наносим самые темные оттенки. Я взяла кисточку, кстати, от Ruffer номер 14. Мне очень интересно, насколько этот макияж будет сегодня хорош с моим образом, потому что такая красная кофта и такой, знаете, глэм-макияж. Очень интересно, насколько это все будет красиво смотреться. Сейчас я вот реально понимаю, почему эта палетка стала самой лучшей палеткой, наверное, уходящего года, потому что она очень легка в использовании, все цвета очень и очень хорошо тушуются. Просто одно загляденье, и удолжится пользоваться ею. И еще огромный плюс это то, что это холодная палетка и дымчатая. Кто у нас проснулся тут? Кто у нас проснулся? Дальше то, что, наверное, делает эту палетку, помимо очень пигментированных матовых оттенков, это, конечно, шиммеры. Мне очень нравятся шиммеры в ней. И для начала я возьму шиммер, который нужно, ну, по рекомендации Динона, наносить на середину века. Так он называется, Center Eyelid. Его мы возьмем. Очень холодный оттенок шиммера. Не так часто я вижу такие оттенки шиммера в других палетках. Я возьму кисточку от Morphe номер М124 и доведу этот шиммер вот до этой части глаза внутренней. И дальше я возьму вот этот красивый шиммер, который называется Inner Corner, или внутренняя часть глаза. Конечно, этот шиммер такой, знаете, идеальный серебристый оттенок. Очень красивый и дорого выглядящий лакияж. И немножко возьму того же самого цвета для затемнения, потому что он у нас немножко улетучился. Дальше мы возьмем, конечно, подводку для глаз. Я получила, кстати, в бьюти-боксе Allure. И это от бренда By Me, My Beauty Brand. Черная обычная подводка. Так-то лучше. У меня все-таки получилось сделать идеальные стрелки. Теперь я возьму тушь от Estee Lauder, которая попалась нам в ее большом красном чемоданчике. Кстати, очень нравится щеточка. Она такая идеальная, и все реснички очень хорошо подкручивают и увеличивают объем. Очень даже неплохо смотрится, как мне кажется, но чего-то не хватает. И мне кажется, нам не хватает очень накладных ресничек. Я решила взять вот такие реснички, которые называются Lady Lie. Ждем, пока клей высохнет на них, чтобы они хорошо приклеились. Мне нравится, как они смотрят, если честно. На них, как сказать, крепление, то есть оно как будто бы как подводка выглядит. Прикольно. Ну что, реснички готовы. Мне кажется, мы выглядим гораздо-гораздо красивее, чем мы выглядели в начале этого видео. Итак, нам нельзя забыть про нижние реснички, потому что я иногда бывает наклею ресницы, сделаю весь макияж и забуду нанести тени на нижние реснички. Так нельзя, так нельзя. Тот же самый оттенок, который мы наносили, кстати говоря, в уголки глаз для затемнения. У меня кисточка, кстати говоря, от Sigma, номер E45. Конечно, последний шаг – это тушь на нижние ресницы. Мне кажется, я как-то перестала рассказывать о чем-то. Мы становились на уходе за кожей лица, правильно? То есть это будет очень популярным направлением в этом году. И еще, кстати, мне кажется, что блогеры очень многие начинают понимать, что мне такому большому количеству людей уже интересна косметика. Ну, не знаю, мне кажется, что тот факт, что кому-то она перестала быть интересна, не значит то, что станет неинтересно всем сразу правильно. Наверное, если я так подумаю, то моими целями в этом году станет открыться больше моим подписчикам, потому что я хочу показаться им с другой стороны, более такой, знаете, девушкой соседнего двора. Ну и, конечно, конечно, я знаю, что не очень многим людям нравятся мои губы. Я хотела бы 100% что-то с этим сделать, чтобы на меня было как-то более приятно смотреть и, в общем, не получать такие, ну, комментарии вроде там «О, что у тебя с губами? Что ты сделала?» Колола их где-то в подворотне, что-то вроде того. Хотя я понимаю, что в американском ютюбе полно таких людей, девушек, у которых губы вот такие, и как бы никто им ничего не говорит. Поэтому, мне кажется, это дело в нашем менталитете тоже. То есть зайти даже хотя бы на сайт, ну, вы знаете, какой сайт, да, где каждый человек имеет право что-то высказать о ютюберах и любой ютюбер, который вот, допустим, вдруг выстрелил, да, и люди начинают о нем говорить. Конечно же, конечно же, если у этой девушки есть какие-нибудь красивые губки, то правильно они будут говорить, да еще и, да, таким тоном, что типа «Что она сделала с собой? Невозможно смотреть!» Поэтому, наверное, в этом году я что-то хочу с этим сделать. Я не знаю еще что, но что-то. Дальше я хочу взять, конечно же, хайлайтер у Таташи Диноны, «I need a nude glow» и нанести его на щечки, на яблочке щек. Знаете, еще в этом году, мне кажется, что огромное внимание, гораздо больше внимания, чем обычно, будет уделяться именно драгсторовским брендам, а именно брендам бюджетной косметики. И это очень смешно и странно, но даже сейчас, уже в начале года, столько много брендов бюджетной косметики, американских, да, выпустили огромное количество интересных запусков, запустили большое количество разной косметики, которая недорогая и которая, возможно, даже интереснее смотрится, чем, ну, косметика дорогая из сифоры, например. Я в шоке, и мне тоже хочется очень многое попробовать уже, кстати говоря, чтобы показать вам вообще, что она представляет из себя. На моем канале, я знаю, вообще не так много, если вообще есть видео о бюджетной косметике, кроме, наверное, бренда Эльф, вот. Что у меня здесь такое, боже, это подводка. Вот, и мне, наверное, хотелось бы все-таки в этом году немножко говорить о бюджетной косметике, да, не только же люкс-люкс-люкс, вот. Но мне нужно знать от вас, ребята, определенно, интересно ли вам такой формат бюджетной косметики, потому что, понятно, не вся бюджетная косметика, она, там, доступна в России, да, которая представлена здесь, поэтому дайте мне знать, интересно ли вам будет это смотреть. Вот здесь я стараюсь не использовать хайлайтер, но как-то сегодня я немножко забыла об этом. Для губ я хочу сегодня использовать помаду от Милани, это, кстати говоря, их новая коллекция, да, вот она такая красивого цвета, очень понравилась мне, когда я увидела ее на стенде, и когда я зашла, по-моему, в Волгринс, там все оттенки стояли в один ряд, и видно было, что вот они продают каждый оттенок по одному, и все, больше у них ничего нет. Я пошла на кассу, и мне говорит Кассирша, что, типа, бери оттенок этот, не пожалеешь, очень красивый, и тем более у нас осталось только по одному оттенку, по одному оттенку из каждого. Я такая, окей, я хочу это взять сто процентов. И она даже запакована так, что, вот знаете, раздражает, что иногда в бюджетной косметике, то, что они так запакуют все, что невероятно сложно все это открывать. В конец-то получилось открыть ее. Кстати, мне нравится упаковка, я считаю, что это красиво, и эта упаковка делает помаду выглядеть на все сто процентов, как будто бы это люкс в ваших руках, она очень текстурированная также, оттенок, кстати говоря, называется этот 220 Tide Up, и давайте посмотрим на него. Мне кажется, он будет идеален на осень сто процентов. Очень-очень красиво. Кстати, очень интересный факт. Я хотела заказать их сайта, сайта Милани, эту помаду, ну, допустим, оттенка четыре или три, но так не дошли мои руки. Мне нравится очень, ребята, знаете, она очень такая мягкая по ощущениям на губах, вы знаете, прям тает на губах, как будто бы как какое-то масло кокосовое, я не знаю. Я в шоке, ни разу не пробовала помаду от Миланы, точно, Миланы, Милане, никогда. Эта формула, она чувствуется очень увлажняющей, очень легкой, возможно, даже на лето эта помада будет тоже очень хорошим вариантом. Мне нравится. И это, кстати говоря, был самый также темный оттенок из всей их коллекции. Конечно, последним шагом мне хочется использовать новую пудру от Fenty Beauty. Я делала у нее обзор до нового года. Кстати, говорю, спасибо большое моей подписчице Berber's Beauty, если я не ошибаюсь. Спасибо большое за то, что отметила меня в своем посте о новой основе в своем инстаграме. Это было очень приятно с твоей стороны. И я могу точно сказать, что я использовала эту основу или эту пудру от Fenty. Получается, все праздники, да, я люблю очень закреплять ей свой макияж. И она супер невесомая, она очень классно удаляет весь блеск с вашего лица. И в течение дня этот блеск, он не появляется вообще. То есть я была в шоке, насколько она классно работает. Когда я также делала тест 10 часов носки этой пудры, она показала мне прям вот на лице буквально, да, то, что этой пудрой не страшно пользоваться, если, допустим, у вас комбинированная кожа 100%, потому что она не дает вам никакого ненавистного блеска в течение всего дня. Сколько мое лицо выглядит, как будто бы отфотошопленным. Супер классно смотрится. Я не знаю, как можно было создать такую бомбочку. Очень классная вещь. И я думаю, что очень много девушек будут довольны этой покупкой. И у меня оттенок 160. Что, по-моему, мы на сегодня полностью закончили наш макияж или собирайся со мной видео. Я даже не хочу, наверное, использовать никакой спрей, просто потому что я чувствую, что пудра это дала мне то, чего я хотела. Итак, ребята, надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее легкое к просмотру видео. К сожалению, когда я делала уже монтаж видео в данный момент, я поняла, оказывается, последняя часть моего видео, она не записалась. По какой-то причине, я так понимаю, это микрофон. В общем, я решила сказать то же самое, что я говорила в своей предыдущей, заключительной части видео. А именно, спасибо большое за просмотр этого видео. Надеюсь, вам понравилось то, что мы с вами сегодня сделали, а именно такой легкий гламурный макияж. Возможно, даже я бы носила его, кстати, на повседневку, почему нет, когда, знаете, хочется блистать, но не на праздники, а просто так, потому что настроение есть. Мне будет очень приятно увидеть ваши комментарии, что вы думаете об этом образе. И да, ребят, надеюсь, что нас ждет очень много хорошего впереди в этом году. Надеюсь, я буду также радовать вас очень классным и интересным контентом. И также, я надеюсь, что мы чуть лучше узнаем друг друга в этом году и станем даже как друзьями. Вот, поэтому, Дарья, спасибо большое за то, что были со мной весь прошлый год. Надеюсь, нас ждет еще более хороший и интересный новый 2021 год. Я не прощаюсь с вами. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И я увижусь с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok